Добрый вечер, уважаемые зрители. Хочу вас ознакомить с актуальными новостями на сегодняшний час. Понимаете, уже такая ситуация складывается, что, вот эта карта, допустим, ясно, что эту войну выиграет Украина, но Путин и Шойгу поняли, что что-то надо делать, потому что идут огромные поставки вооружения на миллиарды долларов, и Украина сейчас очень хорошо воюет, американцы помогли на 5 миллиардов долларов, прислали вооружение и противоракетное, и тяжелое уже, и теперь вот они решили как бы начинать громить узловые станции, железнодорожные составы, эти объекты, как сказать, чтобы не допустить поставок помощи за рубежа. Страна НАТО поставляет огромное количество техники, и вот российские войска носят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бандировщиков, кораблей и подводных лодок, пытаются разрушить пути поставок военно-технической помощи от государств-партнеров. Для этого противник концентрирует удары по железнодорожным углам. В общем, вот такая информация. Да, тем дальше идет война, тем больше поставок сейчас уже идет со стороны Польши, вот в это направление на Львов, на Луск, вот в общем, на Иоанн-Франковск, здесь видно формируется все это, как сказать, техника, хозяйство, потом уже перебрасывается дальше. Они решили как бы играть на опережение. Ну, это одна новость. А вот теперь еще россияне в панике, что у них там проблемы начались. Губернатор Белгородской области сообщает об обстреле со стороны Украины. Сейчас вот ВСУ Украины, тут недалеко от Харькова, есть поселок Нехотеевка в Белгородской области. Начались обстрелы, и уже россияне в панике. Приграничное село Нехотеевка обстреляют с украинской стороны. Жертв пострадавших нет. Повреждены четыре домовладения и автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Из Нехотеевки уже эвакуирована большая часть жителей. А, эвакуировали уже, все, многие делают. Режим ЧС в селе объявлен с 23 марта после взрыва снаряда, запущенного с украинской стороны. В результате чего три человека получили ранения, были повреждены 20 домов и машин. И теперь вот уже эту Нехотеевку и Журавлевку обстрелили несколько раз. В результате погиб еще один человек. В общем, все, вот, магазин, отель, баня, все в панике, все погибло, надо делать ноги. Приграничная, я говорю, кончила спокойная жизнь у россиян. Сейчас где-то Нехотеевка. И, в общем, это все. Сейчас уже начали нефтебазы, байрактары, ну, беспилотники громить уже, украинские Белгород рядом обстреливать. Нефтебазы горят, все горит, все пропало, шеф. Гипс снимает, климент уезжает, все, россияне все уезжают, своих быстрее семьи эвакуируют. В общем, доигрались, Путин доигрался. Сейчас уже война приходит на территорию России. Вот такие новости, ребята. Ну, вот уже у Путина Шойгу есть успехи. Российские войска захватили поселок в Луганской области. Сейчас покажу на карте. Маленький такой поселочек, Новоташковское. Если смотреть на карте, то вообще это, они сделали продвижение за два месяца, наверное, 10 километров. И где-то он тут, небольшой, маленький поселок, и вот. Это огромная победа, пускай Путину доложит. Так, в Луганской области российские войска уничтожили авиадарами, а затем заняли поселок городского типа Новоташковское. Об этом сказал глава Луганской области Сергей Гайдаев. После положительного уничтожения авиадарами россияне заняли на Тавшковское, входящее в состав Горный. За другие населенные пункты общины продолжаются бои. Тактика врага та же самая. Все равняет землей. В общем, равняли, равняли. За два месяца что-то там чуть-чуть продвинулись на пару метров. И вот где-то там они застряли сейчас. Вот видите, красно-синим все горит. Вот в этом районе там идут бои сейчас. Особенного продвижения нет. Все поняли, что война проиграна. Ну, они по инерции как бы наступают. Ну, и вот сейчас даже в одних местах, где у них есть это оккупированное Херсонской области, они вдруг ни с того ни с сего заявили местному усилению о необходимости срочно покинуть населенный пункт. Жителям, не выполнивши приказ, будет принудительная эвакуация. И вот этот великая Александровка, здесь вот Николаев, Херсон, и вдруг ни с того не решили всех жителей куда-то отправить. Ну, может, как бы на убой они сейчас эти формируют, эти отряды, как их называют, которые бросают в бой на Николаев. И уже там, по последней информации, много расстрельных в спину, которые люди не стараются, ну, не хотят воевать. И не знаю, это ДРЛ, НР конкретно набраны эти презервисты, или вот с этих уже республик украинских, то есть с этого района Херсонского набирают. Так что жителям надо было срочно уехать, потому что они уже вот, принудительная эвакуация какая-то, или может быть даже заставят воевать против высуети. А на временно захваченных территориях Харьковской Луганской области оккупационные войска занимаются мародерством, воровством и грабежом местного населения. Особое внимание удивляется изъятие алкогольных напитков, продуктов питания. Ну, а как же, святое дело, алкоголь, там, водочки, и продуктов экспроприировать. Украинские защитники держат оборону и носят вражеским войскам потери по направлениям, где повышаются активные боевые действия. Ну, и вот сейчас буду вам говорить, где что происходит. Так, это я показал. Так, сейчас загрузится еще карта, извиняюсь, тут быстро, это не так быстро. А, Арестович сделал много заявлений, понравилось. Арестович относительно внешнеполитических контактов и визита американских чиновников, он им сказал, мир в конце концов понял, кто такой Путин, и понял, что выиграть эту войну можно только с победой Украины, которой все поверили. А мы с вами это знали с первого дня. Да, войну, чтобы эту выиграть, только на поле сражения. Никакими договорами, переговорами с Путиным ничего не получится. Только армия России, ой, здесь, Россия должна потерпеть поражение, а ВСУ должны нанести сокрушительное поражение. Алексей Арестович еще прокомментировал, скоро уже не останется российских самолетов, их за сутки, а, за последние сутки уже три еще сбитых. Я так понимаю, Россия хочет закончить эту войну без авиации. Ну что ж, поможем им, да. Очень много сейчас сбитой авиации российской, сейчас каждый день по два, по три самолета сбиваются. Ну и вот еще самое интересное сообщение. Арестович говорит, российские оккупанты продолжают атаковать и штурмовать территорию завода Азовсталь в Мариуполе, тем самым нарушая приказ главнокомандующего РФ Владимира Путина. Такие действия лишний раз показывают, с кем мы имеем дело, с кем мы имеем. Я говорил, что Путин и Шойгу, эти пиздоволы, на телевизор сели два, мы прекращаем войну в Мариуполе, мы не будем обстреливать. Все, я сказал, я такой главный, а тут воюют, стреляют, воюют, все, взастрали, громят. Представляете, я вам говорил, что им доверять вообще Путину, это, наверное, только дурак наивный какой-нибудь с России, зомбированный, может, ему верят. Я понимаю, что это все слова, это фикция Путина и Шойгу. И вот последняя новость. Сейчас в Баку хотят заставить расплачиваться за российский газ рублями. Представляете, уже даже в Баку хотят починить Путин, как сказать, Ильха Малиева, чтобы рублями давай расплачивайся, мой партнер. Так, в азербайджанской госкомпании СОКАР прокомментируют информацию о плате за российский газ рублях. СМИ распространились информацией о том, что азербайджанская республика платит за импортированные из Российской Федерации газ рублями. Должна, да, рублях. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Говорится в заявлении госкомпании. Так что, вот такие новости, ребята. Уже и хотят уже Азербайджан, как бы Армению, уже там Путин, да, Пашиняна, как сказать, уже к ногтю прибрал уже Пашинян. Владимир Владимирович, все сделаем, все подчиняемся, все ваши приказы. Не знаю, как вот, видите, азербайджанцы молодцы, отказались все это платить рублями. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.